Всем привет! Я думаю вы все знаете какие типы тиммейтов существуют в БС. Я не буду вам их все перечислять, но давайте возьмем к примеру глупого тиммейта Руинера, который сливает вам игры. Никто не хочет с ним играть, ну это логично. Но сегодня я постараюсь сделать рекламу тиммейтов и доказать вам, что даже из самых плохих тиммейтов можно извлечь какую-то пользу. Кстати идею для этого видео придумал вот этот вот человек, спасибо ему. Ну а в конце этого видоса я вам скажу пару слов по поводу новой игры очень похожей на БС, Бумбич Фронт Лайнс, что я о ней думаю, заменит ли она БС и так далее. Ну что ж, приятного просмотра. Вам надоели глупые тиммейты, которые тупо сливаются и руинят вам катки? Не беда, выбирайте себе АФК тиммейта и сможете не волноваться за своего напарника по команде. Он не будет глупо сливаться, потому что всегда стоит на одном месте и не двигается. Это очень удобно, потому что он всегда будет вас ждать. И еще у него есть одна крутая функция. Когда подойдет туман и он сольется, вы сможете его перенести на любое удобное вам место. А вы знали такую поговорку? А если будешь есть морковку, будешь бегать в стометровку. Именно поэтому овощи очень полезны, особенно если они в вашей команде. Ведь как говорится, один друг хорошо, а три много. Только не забывайте поливать своих овощей, а то они могут и забыть, кто их вырастил. Вам вечно не хватает банок, а на центр идти очень опасно? Выход есть. Попробуйте тиммейта руинера, который всегда будет уходить в яд. Просто стойте рядом с ним и фармите банки. Учитесь извлекать пользу из тиммейтов. Вам надоело тащить катки в соло? Хочется немного отдохнуть? Тогда выбирайте себе тиммейта Рашера и спокойно стойте в сторонке. Пока что можете включить телевизор и заварить себе чай. Но ваш тиммейт пока что все сделает за вас. Только гарантии на победу у этого тиммейта почему-то нет, но это уже дело житейское. Постоянно сливаете кубки, вас начинает бесить эта игра. Тогда попробуйте 300 IQ тиммейта, которые знают проверенную схему по поднятию кубков. Правда многие критики не согласны с тем, что эта тактика тащит. Но кто вообще их будет слушать? Ваш 300 IQ тиммейт лучше знает, что нужно для победы. Вам очень надоел ваш напарник по команде? От него нет никакой пользы? Тогда делайте следующее. Отправьте вашего напарника неизвестно куда. Заставьте его бомбануть и ливнуть из этой игры. И тогда вместо него в игру зайдет очень жесткий бот, который будет раскидывать всех налево и направо. С таким тиммейтом вы уж точно никогда не проиграете. Вы никогда не лезете на врагов и всегда играете очень пассивно? Тогда тиммейт крыса это вариант для вас. Ведь что может быть веселее, чем сидеть всю игру в кустах? Вы всегда можете подловить врага, который пойдет к вам. Только будьте осторожны и всегда опасайтесь крыс госнадзора. Вы очень хотите себе найти как можно больше друзей, но с вами никто не хочет тиммиться? Не беда. Просто выбирайте себе тиммейта мажора, у которого есть дорогой эксклюзивный скин. И тогда простая парная битва превратится в настоящую вечеринку. Куча новых друзей вам обеспечена. Только есть один нюанс. Вам тоже нужно иметь очень крутой скин. Иначе вас могут просто убить. Хотя, какая разница? В Бравл Старс нужно думать не о себе, а об команде. Вам стало как-то слишком скучно играть? Не хватает живых эмоций в игре? Тогда попробуйте тиммейта пранкера. Он точно не даст вам заскучать. Куча новых эмоций гарантирована. Ну а на этом всё. К сожалению, я не могу сделать вот такой вот ролик на 10 минут. Потому что, ну, просто слишком сложно всё это снять. Если он вам зашёл, то поставьте лайк. Ну а в конце я хочу ответить на вопрос, который мне часто задают в Дискорде. Что ты думаешь по поводу новой игры от Supercell? Во-первых, хочу сказать, что, к сожалению, эта игра не от Supercell. Я уже всё про неё почти знаю. Это игра от других разработчиков. Но они сотрудничают с Supercell. Потому что Supercell разрешила взять за основу им игру Бумбич. И каких-то своих персонажей. Там, наверное, механику там. И пока что выглядит всё это, ну, достаточно так, странно. Знаете, есть такая игра Зума. Или Зуба. Ну, чё-то такое, вот. Так вот, там практически то же самое. Тоже вид сверху. Вот. Но тут только будут ещё элементы какие-то защиты, нападения. Да, на базу. И знаете, ну, вообще вроде как норм. Но всё-таки надо тестить эту игру. Потому что с ней может быть то же самое, что с Rush Wars. То есть, первые пару дней, ну, такая, типа, норм игра. Можно поиграть. Но потом просто там на третий, на четвёртый день она просто всем надоедает. И все снова возвращаются в БС. Поэтому я думаю, что тут обязательно мы все поймём только после того, как сами в неё поиграем. На самом деле, я не хочу затягивать этот видос. Он получился таким коротким, развлекательным. Надеюсь, что он вам понравился. В общем, напишите своё мнение по поводу новой игры в комментариях. Да и вообще, что хотите, пишите в комментах. Ну и на этом позорном моменте, где я не смог затащить нубов на динамайках, я хочу закончить свой видос. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.